Молодежная хоккейная команда «Стальные лицы» потерпела первое домашнее поражение в сезоне. Матч против лидера Восточной конференции «Авто» из Екатеринбурга магнитогорцы начали уверенно. Но играя без нескольких опытных защитников, не сумели сдержать натиск соперника и разгромно уступили. Рассказывает наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Начало игры вселило в болельщиков магнитки оптимизм. Уже на исходе третьей минуты делегированный на усиление из главной команды Вадим Антипин ворвался в зону атаки, выскочив из-за спины соперника, перехватил шайбу и классно бросил в дальний угол. В дебютном отрезке хозяева 9 раз попали в створ, а гостей лишь 3, но к перерыву счет был равным. Одна позиционная ошибка лисов стоила им пропущенной шайбы. Вторая 20-минутка получилась для магнитогорцев провальной. Они очень мало атаковали, уступили по броскам 3-12 и дважды пропустили. Сначала успех екатеринбуржцам принесла планомерная осада ворот Глеба Моисеева. А под занавес периода опрометчивые действия хозяев на чужой территории привели к быстрой результативной контратаке. И на последнем рубеже лисов появился Александр Смолин. Но и он недолго оставался сухим. Играя в усеченном составе, без Андрея Гусева, Михаила Гончара и Хирилла Татарникова, защита магнитогорцев нередко давала сбои. К тому же арбитры пропустили пару откровенных нарушений со стороны соперника. Впрочем, и те три шанса поиграть с численным преимуществом, что были у хозяев, они не использовали. В отличие от оппонентов. На 44-й минуте авто в большинстве довел свое преимущество до крупного. А незадолго до финальной сирены гости установили окончательный счет. 1-5. Повторный матч команд состоится в субботу, 28 ноября. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в 13.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.